Его лишь первый в истории чемпионат края прошел в Краснодаре. Джиу-джитсу. Слово слышали многие, но немногие видели, что это такое. Владимир Чуркашин нам покажет и расскажет. Основной принцип японского боевого искусства джиу-джитсу не сопротивляться. Нужно уступать натиску противника, направлять его действия в обратную сторону. Соревнуются спортсмены в разных весовых категориях и в трех видах. Файтинг, доо-систем и неваза, то есть борьба лежа. Именно в этой дисциплине и провели краевой турнир. Пока так называемых ударников представителей других техник на Кубани немного. Именно борьба в партере, болевые приемы, удушающие приемы техники в партере, они, собственно, для меня подходят. Конечно, мне бы хотелось бы делать маваши гири в голову, но это уже не мой возраст, не моя растяжка. А вот это вот вполне достаточно. Недостаточным оказалось мастерство Романа для победы на турнире. Во взрослой категории он стал вторым. Неплохо для человека, который джиу-джитсу занимается всего год. Кстати, борьбой сначала увлекся сын, Скобида-младший. Он здесь также выступил, причем удачнее, чем отец. В категории 8-9-летних спортсменов у Мирослава Золото. Было тяжело. У меня было 0 баллов, у него тоже было 0 баллов. А по активностям я выиграла. В младших возрастных категориях для победы требуется набрать как можно больше баллов. С 10 лет разрешены болевые и удушающие приемы. А бывает, что и вовсе для победы на татаме не приходится выходить. Например, армавирец Алексей Игнатов выиграл финал, как говорится, и не вспотев как следует. В решающей встрече он ждал своего тренера. Наставник выиграл полуфинал, но вывихнул палец и без борьбы уступил ученику. Не зря улыбается Алексей, в свои 19 рискнул и заявился во взрослую категорию. Это жизнь для меня. Я без джиу-джитсу уже не могу. Тренировку пропускаю, как наркомана ломать начинает. Такие заболевшие сюда заявились из Белореченской армавира Краснодара и Отрадной. Всего около 100 борцов. Немало согласитесь для дебютного турнира. Джиу-джитсу вид спорта на Кубани довольно новый. Официально федерация существует чуть больше года. Внешне похож на дзюдо. Тоже кимоно, татами, броски. Однако за свою универсальность джиу-джитсу называют игрой в шахматы. Здесь нужно думать на 10, а то и на 20 ходов вперед. Лучше всех ходы просчитывают пока представители Краевого центра. Именно они на этом турнире завоевали больше всех наград. И краснодарская делегация, скорее всего, станет самой представительной в кубанской сборной. А ей в конце года предстоит выступать на другом дебютном турнире. На чемпионате России. Владимир Черкашин, Денис Околов. Кубань. 24. Краснодар.